На самом деле, с платными парковками в том виде, в каком мы их переняли из Европы, все очень трудно, потому что русская ментальность это все-таки русская ментальность. Умом Россию не понять, сказал наш великий классик. Поэтому, честно говоря, мне как человеку, который вообще еще и занимается транспортным бизнесом, не очень нравится то, что сегодня происходит. Я думаю, что, скорее всего, ситуация будет выглядеть следующим образом. Весь московский бомонд. Мы, понятно, настолько Нью-Йорк немножко сейчас обогнал по числу миллиардеров, но я думаю, что это ненадолго. А миллионеров вообще никто не считал. Поэтому вся публика, у которой достаточно денег, чтобы платить штрафы, она будет парковаться там, где ей удобно. А вот все остальное население, для которого штраф существенен, очень быстро приучится, станет добропорядочными, ну не бюргерами, но как-то вот чем-то очень близким к этому, такой разновидностью бюргеров в Москве. А еще какое-то количество населения просто пересядет на общественный транспорт. Это тоже возможно, при условии, что он будет развиваться заявленными темпами. Но вообще мне так кажется, что через какое-то время произойдет коррекция. Еще раз произойдет коррекция. И в том виде, в каком это существует сегодня, мы не будем видеть, будет что-то иное. Потому что, к сожалению, должна развиваться инфраструктура, а она не развивается. Поэтому просто платные парковки не есть решение проблем.